дорогие мои везунчики рада приветствовать вас на канале дальмастерс и сегодня вас ждет мастер-класс по очень простому эффектному узору которым вы можете вязать все что угодно этим летом кардиганы майки топы самые разнообразные изделия с планкой без планки я провязала очень и очень легкий простой узор почему я решила возобновить свой гигантский плейлист самыми изысканными узорами моем канале и крючком и спицами 2 очень больших плейлиста на тему редких красивых узоров потому что я решила показывать вам новинки утла нагад их очень много и я буду вам демонстрировать как же они волшебно смотрятся потрясающе выглядит в узорах так сегодня у нас пряжа майорка я в прошлом обзоре показываю какие есть оттенки спешите она скоро закончится потому что это слишком уж красивая пряжа она волшебная мне самой очень хочется из нее повязать но конечно не могу вязать абсолютно из всего триста 10 метров 100 граммах вот такие вот моточки спицы нам рекомендованы номер пять это так и есть именно пятерка лучше всего подойдет но я вязала на четыре с половиной сетчатый красивый узор который мы сегодня с вами быстро освоим для новичков это идеальный узор и перед вами оттенок бирюзовый немного с цветом морской волны 3731 называется этот цвет между прочим точно такая же гамма но мы дойдем с вами и до минорки посмотрите на здесь другой состав немножко другая пряжа потому что мы сегодня будем вязать из шнурочка поэтому результат быстрый пряжа струящаяся как вы можете видеть даже на этом небольшом образце узор легкий простой в принципе вяжется в раппорте высоту в четыре ряда в одном единственном ряду и конечно я вам расскажу как вязать его по кругу и как вязать его туда обратно все ссылки на эту пряжу доставляем по всему миру на сайт нашего магазина вы найдете под видео в описании про дублирующую информацию в первом комментарии я использую статьи не традиционными для образцов просто идеально для вязание шарфов пуантинов многие предпочитают от химлайн просто цвет в цвет шикарный набор спицы прямых не круговых розового оттенка металл спицу меня в данном образце четыре с половиной и так мы набираем петли количество петель должно быть кратно трем если вы вяжете в круговую то все набираете столько раз по три сколько вам нужно вот таких цветочков если же мы вяжем туда обратно мы добавляем 2 кромочные петли набираем петли обычным способом либо провязали любую планочку и теперь первый ряд мы вяжем и по кругу и туда обратно лицевыми снимаем кромочную первый ряд это лицевые второй ряд провязываем изнаночными снимаем кромочную и весь ряд вяжем по изнаночной стороне изнаночными в круговом вязание весь ряд провязываем лицевыми и так третий ряд как вы помните раппорт у нас составляет 3 петли мы снимаем кромочную вот три петли нам нужно вырезать из них тоже три но они должны стать одной петлей нам нужно отцентровать вторую петлю для этого я правой спицы вот таким образом перевешиваю и перенадеваю петли на левую спицу как вы можете заметить центральная петля 2 располагается сверху и по центру а теперь я правой спицы вместе с третьей петелькой которая в развороте не участвовал ввожу спицу и вывязываю одну петлю не снимая со спицы делаю накид и опять из трех вывязываю третью петлю получилось петля накид петля и так мы продолжаем вязать весь ряд очень быстро вот так развернули и вяжем лицевая петля накид лицевая стягивать ненужные как раз в этом узоре видно вся красота шнурковой пряжи точно также мы вяжем этот ряд по лицевой стороне лицевая накид лицевая разворачиваем лицевая накид развернули и за все три стенки лицевая накид лицевая идем до конца ряда и кромочную провязываем изнаночной петлей смотрите перед кромочным нас осталось три петли перевесим провяжем за три петли не за 2 не забывайте за все три за задние стенки лицевую накид лицевая и кромочную изнаночной вот и все очень очень просто 4 ряд по кругу мы будем вязать все все петли лицевые а мы с вами в этом образцы вяжем туда-обратно поэтому мы провяжем все петли изнаночными в том числе и накид за передние стенки 1 2 изнаночные петли и так далее все петли изнаночными тоже не нужно вязать туго для того чтобы дать этим красивым трем петлям вытянуться будет лучше смотреться этот узор очень хорошо подходит так как он простой для красивой пряжи современным галанжем современными переходами и переливами как я вам говорила мне очень понравилась эта ниточка тем что она не контрастная и поэтому разница в светлоте цвета не забивает узор контраста мало все смотрится очень нежно по-весеннему вам не нужно подгадывать градиенты и вам не нужно волноваться что вы вяжете из меланжа а ваш рисунок который вы выбрали потеряется можно все вязать разные простые ажуры сетки простые узоры такие как этот и конечно же вы можете вязать например жгуты и в сочетании с ажурными дорожками а на этом я буду с вами прощаться увидимся в следующих мастер-классах обязательно подписывайтесь если вас интересуют редкие интересные красивые узоры очень сложные и совсем простые то проходите в плейлист с узорами спицами он отдельно выделен на моем канале там вы найдете очень-очень много интересного увлекательного и удивительного